Вера Федоровна, расскажите свою историю, пожалуйста, как у Вас все начиналось? Вы знаете, мне непросто рассказывать. Я живу, я с пятилетнего возраста живу в Ленинграде. Как родители меня жили, мы на Васильевском острове училась я там, все там. А потом... Вас попросили убраться из той квартиры, да? Да. Адрес, назовите, пожалуйста. Из какой квартиры Вас попросили убраться? Номер квартиры, я не помню, по-моему, четвертый этаж, там 20 метров и 14 метров две комнаты. А улица? Решетникова. Это недалеко, это тут, в этом районе, в Московском. А дом какой? А что с Вами потом происходило? А там я не знаю, из чего, ни с того, ни с сего. Мы жили, жили. А там какая-то старушка шестого, так когда я уже уходила. Облучать, когда Вы начали? Издеваться над Вами, когда начали? Да, ну, я тут меня, в общем-то, облучать начали. В этой квартире сколько лет уже? Сколько я тут живу, не знаю. Вот видите, какая-то, наверное, были трофические яблоки. Так, хорошо. И меня положили в госпиталь. То есть у Вас только ноги, да, получают? Правую ногу. Правую ногу, да? Хорошо. А теперь у меня вот с этой стороны. Вы считаете, что это с квартиры получают? А? Квартиры получают Вас? Да, тут у меня сомнений никакого нет. Да, то есть вот верхняя квартира. Вот тринадцатая квартира сидит на голове и делает так, что я как дура становлюсь. Что они там? А там живет женщина, которая жила на второй лестнице. У нее отец убивал людей. Вот такая она. Ну, отец, я не знаю, куда подохли, куда он делся, не знаю. А она сюда. Старуху, говорят, убили. И эту квартиру заняли. И теперь она живет, привела парня примерно такого возраста, как сама. И главное, что им деньги платят хорошие за обучение. Вот что. И говорят, что очень платят. Я в тридцать шесть лет проработала в проектно-изыскательском институте. И сколько там я и работала. Ездила по экспедициям. Ну, мне давали выбежать какую-то. Я выбрала в Закарпатье. Один раз только я и была в экспедиции. Четыре года я там прожила. Отлично было. Ну, вот работала я в этом институте. Ну, а больше я нигде не работала. Это шумар какой-то. А сколько лет это продолжается уже? Двадцать? Сколько лет? Не вспомню. Примерно с какого года? С какого года вы сюда приехали? А вот где похоронены мои мама и сестра? Какой там год? В восемьдесят восьмой. А я никуда не выхожу. А у меня еще соседи в третьей квартире. Они... Он меня обманул. Сказал, что мне надо ехать в новую деревню. Я с другом поехала. А он... Там еще уже подготовлена была. Дверь, щель была. Она все увеличивалась. Я это замечала. Но мне в голову не приходилось. А потом... Это новая дверь сейчас. А была деревянная. Ну... А потом он сказал, В новую деревню тебе надо ехать. Я поехала. Приехала домой. И все... Вот шкаф. Ни одного замка нету. Одни дырки. Ну... И ключи... Закрывать-то нельзя его. Там нет замков. Ну... Все это... Это самое... Украли. И они так хорошо жили, сделали. А в свете квартире они жили. И сделали... Евроремонт. И в подвале... Первый этаж. И в квартире. Ну... И жили. А потом... Несколько месяцев. Как они все шмотки собрали. Много-много. Целый... Так вот... Большие машины закрытые. И все вещи... Все увезли. И все меня сторонятся. Слышали. А вот... Чтобы... Наверное, бояться. Я так думаю... Что я как прокаженная. То есть, видимо, какую-то дискредитацию создали, да? Ну... Ну... Вот видите, меня... Никто со мной не хочет общаться. Есть. Они боятся, что их будут. Да. Я так думаю, чтобы их... То есть, вы считаете, что они знают? Знают, что вас обучают? Да, все знают. Все знают, что вас обучают, да? Да, конечно. А откуда они знают? А я сижу дома. И... 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 И всем рассказываю. И по телефону. И по всякому. Вот еще трогали немножко и мужчину. Из 11 класса. Откуда вы про это знаете? А потом от него отстали. А он мне говорил. Говорил, что его обучили, да? Да. Там... И они собираются. И четвертую квартиру тоже там. Я не знаю, как обучают их или нет. Но они тоже... Вот я и четвертая квартира больше всех мучаются. Я вижу, там люди очень добрые и хорошие живут. И он с костылями теперь ходит. Она вообще едва ходит. Ее рот смеется, что ли. Какая-то водит ее, когда она гулять выходит. Ну... Ну понятно, они не молодые, но старше меня, наверное, нету. Я ведь... Твою ночь мне в 6 лет. Я в 27-м. Он... Я их люблю. Они очень добрые люди. А этот мужчина из 11-й квартиры не хотел бы рассказать свои истории? Да. Я к нему иногда стучу сейчас что-нибудь. А он уже, наверное, знает, что это я. Я звоню и постукаю по этой двери, а он не открывает. Не хочет он со мной вообще. Говорит-то нам только об этом. Я... Я... А больше я... Мне с ним не о чем говорить. А он раз, наверное, что его не трогает. И... Подальше... Здравствуйте. Я рано лягу, а им за это деньги платят. Они деньги зарабатывают. Таким образом. Вот так. Вот еще везде деньги. Мне лечили вот эти вот трофические язды. И вылечили. Остались вот... Лед остался вон такой... Там белая. Там белая. А теперь с этой стороны... Яна, покажите. Покажите. У меня носки... Мне... И сплю в носках. Как все говорят мне, так я и делаю. И забинтована она у меня. Это не... Это я буду сохранить. Носки все простые. Не капроновые. АПЛОДИСМЕНТОР Вот... Вот тут, теперь, благодаря, больно, очень больная. Иногда мне теперь как-то трогают. Не то оттуда, не то оттуда, то я скрикиваю. Не знаю. Вот тут больно очень. Кого у нас не видно, но бедность, то же самое, что это у меня даже в 25 классе, наверное, а там недобрая она. Потрогайте, вот так что, и с трехками, и со всеми. А я сестру только привела в эту квартиру. Она села на стул и заплакивая, жить хочу, тут же ее убили. Кто чего до сих пор не видел. А это он в каком году? Вот она умерла, там написано на памятнике. Ну, вот так. Ничего не разобрать. А я вообще какая-то дура. А я не была дура. У меня нет высшего образования, а я уже инженер. Я же на всю жизнь работала только в одной проектной дискотечком институте. Земли и правоотхоз. Ну, вот так. Тридцать шесть лет работала и четыре года в войну. И я ветеран труда и ветеран войны. А когда вы работали, у вас мучили? Нет. Нет, да? Нет. То, когда вы на пенсию уже были, да? Да. Я работала, когда меня не собрали. Так я работала так. А сейчас мне восемь шесть лет. 27-го года. Я уже и на улицу не выхожу. Надо было выходить. Лето было хорошее. Сидела, отдыхом дышала. Вышла два раза и ушла. Все так. Опять думаю, буду что-нибудь там организовывать. А что организовывать? Ну, полно приятно с таким человеком общаться. Вот четвертые квартиры. Я их очень обожаю. Люди там добрые, хорошие. И думаю, что и им плохо из-за меня будет. А мне плохо или из-за кого? Из-за них или из-за меня? Я не знаю. Он теперь с пустырями ходит. Она и двухподних ее водит. Его жена. Они же не были такие. А как вы поняли, что вас облучают? Что именно вас облучают? Как вы поняли? Меня в основном-то в этой квартире облучают. То есть вы почувствовали это воздействие? Как это происходило? Почему вы решили, что вас облучают? Что это со стороны? Это не у вас организм происходит? А что-то идет со стороны? Конечно. Но мне это уже сделали ноги. То есть снизу. Вот эти. То есть они стали сжечь вам ноги, да? Ну, конечно, вот эта нога темная. Я с ней лежала в госпитале. Ну, мне вот эта третья квартира мне все время мучила меня. И он и двери сломал. У него есть замков. Нету. Одни дырки. То есть к вам в квартиру заходили? Ну. А что-нибудь пропало из шкафов? У него ничего не было. Не украли ничего? По-моему, ничего нет. Я не помню. Просто безоохранительное мнение в жилище. Я не помню. Я, по-моему, ничего не помню. У меня там одна трех лет. Ну, они поставили что-нибудь здесь. Да? Черт. Они приходят, ставят здесь. Не знаю, что творится на громом свете. Господи, Боже мой.